Друзья, всем привет! Ни для кого не секрет, что новую оболочку от компании Xiaomi MIUI 11 все ждут. В этом видео я решил собрать все последние данные касательно нововведений, изменений и добавлений в новой версии программного обеспечения от китайцев. Как вы помните, пару месяцев назад были уже подобные видео, но в отличии от них, сегодня я уже могу показать то, о чем тогда говорилось. Начну с темного режима. Многие его ждут, чтобы без применения тем и прочих танцев с бубном активировать его. И именно уже сейчас разработчики тестируют то, как этот режим будет работать и выглядеть в 11 версии MIUI. Конечно же еще есть куда над ним работать и я думаю, что до первых бета к MIUI 11 разработчики успеют его полноценно сделать. Второе, что затронем, анимация зарядки. Напомню, что все это уже сейчас можно протестировать на еженедельных прошивках MIUI 10. Но как по мне, анимация требует доработки, ведь ей не хватает возможности принудительного отключения или хотя бы чтобы она была просто активна на момент подсоединения к сети телефоном. Возможно разработчики это нам предоставят в будущих обновлениях. Переходим дальше и следующая фишка это Game Turbo. Режим позволяет настроить с недавнего времени детализацию и контрастность картинки, но помимо этого он направлен и на оптимизацию игр, чтобы системные возможности такие как автояркость, экранные кнопки и жесты не отвлекали от игры. Думаю, что большинство телефонов компании получит это в новой версии оболочки MIUI. Наповедение последних обновлений. Оставаться на экране блокировки после разблокировки с помощью лица, а также вот что из самого свежего, это отображение уведомлений на экране блокировки после разблокировки по лицу. Думаю, что и в MIUI 11 все эти возможности будут работать корректно и без багов. А что из самого последнего. Разработчики в лаунчере сделали строку поиска снизу и возможно она будет таки заскриптована от удаления. Как это можно наблюдать на примере телефонов с чистым андроид. Ну и не могу вам рассказать о новинке которая будет в галерее. Появится возможность замены неба в сделанных фотографиях. Таким образом, в фотографиях где небо занимает солидную часть снимка его можно будет заменить. Набор предустановленных вариантов обещает быть весьма разнообразным. И замена неба не только сменит изображение в нужном участке, но и также добавить необходимые световые эффекты на остальные объекты на этой фотографии, чтобы снимок выглядел естественным. В конце этого видео я вставлю еще и обновленный список телефонов, которые должны получить новую оболочку MIUI 11. Всю самую свежую и актуальную информацию вы всегда сможете найти в нашей группе ВКонтакте. Живое общение, помощь по различным вопросам и новости из мира IT все это находится там. Переходите и подписывайтесь. Ссылка в описании. На этом данное видео подошло к концу. Поддержите его лайком, подписка на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Сегодня с вами был Илья и всем до новых встреч!